Жасмин самбак. Описание ухода и размножения. Многие цветоводы на своих садовых участках высаживают кусты жасмина, так как этот цветущий многолетник обладает высокой декоративностью и приятным нежным ароматом распускающихся бутонов. Существует много примет и поверьей, связанных с этим красиво цветущим кустарником. А селекционеры вывели сорта жасмина, которые выращивают в домашних условиях. И одним из ярких представителей таких комнатных растений является жасмин самбак. Краткое описание растения. Жасмин – это многолетний кустарник с мелкими цветками, расположенными на концах прямо стоячих побегов. Аромат этих белых цветков достаточно силен. Многие отмечают, что в замкнутом пространстве запах распускающийся жасмина может стать источником головных болей. Побеги – тонкие, гладкие на ощупь, на них расположено большое количество непарных перистых листочков. В естественных условиях данный кустарник растет во многих странах на юге Западной Европы, также встречается в Турции, Израиле, Сирии и в Грузии. Жасмин самбак – описание сорта. Этот вид комнатных растений является вечно зеленым, обычно это вьющийся или лазающий кустарник. Листва простая, тройчатая, непарно-перистая, яйцевидной формы, кожистая. Длина листьев 3-9 см, они расположены напротив друг друга. Распускающиеся цветки правильной махровой или полумахровой вытянутой формы, похожие на тонкую трубу. Чашелистник небольшой, около 1 см восточной долготеаметре. Побеги – тонкие коричневые окраски, похожи на ветки деревца. Венчики цветков могут быть белого, красного или желтого оттенка. На верхних звездах после созревания появляются небольшие плоды. Интересно, если соблюдать условия содержания и ухода за комнатным жасмином, его цветение может продолжаться весь год без перерыва. Жасмин самбак имеет несколько разновидностей. Наиболее популярный у цветоводов следующие сорта – жасмин гранд дюк. Этот многолетник требует особого ухода, но в результате можно будет наслаждаться его обильным цветением круглогодично. Его цветки крупные, густомахровые и махровые. Правила ухода и размножения жасмина гранд дюк можно найти ниже. Жасмин арабский рыцарь. Этот многолетник у старник быстро разрастается. Выращивать этот комнатный многолетник можно на хорошо освещаемых подоконниках и в легкой паутине. Поливать его следует умеренно, не допуская пересыхания верхнего слоя почвы. Соблюдая условия ухода, можно наблюдать цветение арабского жасмина. С первой декады марта до второй декады октября – жасмин красавица. Индии. Данная разновидность появилась впервые в Индии, где была выведена местными селекционерами. Этот сорт является быстрорастущим кустарником. Цветки, распускающиеся на побегах, имеют правильную форму и пару печинок, находящихся внутри бутонов. Эта разновидность жасмина может цвести круглогодично. Жасмин орлеанская дева также относится к быстрорастущим многолетним кустарникам. Выведен селекционерами из Индии. У цветков правильная форма – бутоны распускаются на одни сутки, затем лепестки осыпаются, а взамен появляются новые цветки. Главное при уходе за этим многолетником – не переувлажнять почву при поливах. Сорта жасмина посадка. Жасмин самбак является теплолюбивым растением, поэтому в условиях нашей страны в открытом грунте растет только в южных регионах. А в более холодных районах его можно выращивать в квартирах. Причем зимой его выращивают в больших катках или других аналогичных емкостях, а в теплое время года выносят на балкон или вывозят на садовый участок. Земля для посадки должна быть рыхлой, влагой и воздухопроницаемой. Можно купить в специализированном магазине подходящий субстрат для цветущих кустарников, либо приготовить его в домашних условиях. Для этого следует смешать грунт с огорода с верховым торфом и речным песком пропорции 1-1-1. Посадка жасмина для посадки саженцев этого жасмина следует брать небольшую емкость объемом не более 2 литров, в дне которой обязательно есть дренажное отверстие. В горшок выкладывают слой дренажа, затем заполняют его питательным субстратом, в который производят посадку растения. Важно! Пересадку молодого растения следует производить ежегодно, каждый раз увеличивая объем контейнера. А взрослые кусты пересаживают раз в три сезона, при этом почво смесь следует полностью обновлять. Уход за жасмином сомбак в домашних условиях Самым прихотливым считается жасмин грандюк, который требует более сложного ухода, чем другие. Но в данной статье будут рассмотрены общие правила ухода за жасмином в домашних условиях. Так как в квартире этот многолетник произрастает в небольших по объему контейнерах, в течение сезона он нуждается в подкормках. Раз в 30 дней в период с первой декады марта по последнюю декаду октября вносят подкормку, содержащую азот калий и фосфор. Но азот вносят только пока наращивается вегетативная масса жасмина. А когда на растении появляются бутоны, азотное удобрение следует прекратить вносить. Важно! Если не вносить в почву удобрение, жасмин может прекратить свое цветение, начнет мельчать. Если же удобрений будет вноситься слишком много, листва начнет желтеть и опадать. Жасмин, выращиваемый в домашних условиях, не требует обильных поливов, а некоторые сорта лучше растут при периодической нехватке влаги в почве. Вода должна быть отфильтрованной комнатной температуры и слегка кислой. В зимнее время количество поливов следует сокращать. Также не следует допускать застоя влаги в контейнерах. Полив жасмина этому растению требуется повышенная влажность воздуха, поэтому листву следует регулярно опрыскивать, а рядом с горшком устанавливать поддоны с водой. Жасмин самбак любит яркое освещение, поэтому в летний период его следует выносить на балкон, выходящий на южную сторону. А весной и осенью этот цветок следует подсвечивать, потому что жасмину требуется не менее 12-13 часов светового дня. Если многолетнику не хватает света, он хуже растет, а со временем может погибнуть. Температура в квартире должна быть не ниже 15, а сквозняки жасмину противопоказаны. Обрезку растения проводят весной, удаляются все сухие, сломанные или поврежденные побеги. Длинные побеги уменьшают с помощью обрезки наполовину. После окончания цветения побеги следует прищепнуть. Данная процедура позволяет развиваться боковым побегом, улучшается цветение. Обрезка жасмина ухаживать за жасмином в домашних условиях несложны под силу даже начинающим цветоводам. Болезни и вредители – методы борьбы. Кустики этого многолетника следует регулярно осматривать, чтобы вовремя заметить признаки заболевания или поражения вредителями. Из вредителей данный многолетник могут поражать трипсы, щитов котля, паутинный клещ. Эти вредные насекомые поражают всю надземную часть растений, при этом если вовремя не принять мер, жасмин может погибнуть. При первых признаках заболевания надземную часть обрабатывают специальными инсектицидами. А в целях профилактики жасмин периодически помещают под горячий душ. Важно! Если в почве не хватает FEMG, листва блекнет, желтеет и опадает. Так начинается хлороз. Помочь растению можно, если опрыскивать и вносить в грунт подкормки, содержащие железо. В ландшафтном дизайне часто используется этот многолетний кустарник. Его высаживают как отдельно, так и в сочетании с другими цветами и многолетними кустарниками, в том числе и хвойными. Также можно использовать этот кустарник в качестве живой изгороди. При правильном уходе он неизменно будет радовать глаз. 00VoTarticleRating 00VoTarticleRating